Всем привет, с вами Информ ТВ. Сергей Астахов – российский актер, который считается одним из красивейших мужчин отечественного кинематографа. На его счету работы в фильмах «Королев», «На пути к сердцу», «Гаишники». Но немногим поклонникам артиста известно, что покорять Москву он приехал аж в 30 лет, будучи уже актером Воронежского драмтеатра. Столица встретила его неприветливо. Профессиональному актеру приходилось даже подрабатывать таксистом, чтобы выжить. Только спустя два года Сергей нашел подходящую вакансию. Театр Эдсетера искал мужчин-актеров. Астахов пришел на пробы, однако руководитель принял его не сразу. Тогда же восходящая звезда театра по совету друга сменил неблагозвучную фамилию Козлов на фамилию матери Астахов. Буквально в том же году актер получил первую театральную премию «Чайка» в номинации «Роковой мужчина» за спектакль «Геда Габблер». И уже в 2001 году актер начинает творческую биографию в кинематографе. Сергей почти сразу же получил предложение сняться в фильме «С днем рождения Лола». Артист получил главную роль одного из двух киллеров. После этого он становится частым гостем российских сериалов. Он играл в «Ледниковом периоде», «Адвокате», «Бедной Насте» и многих-многих других. Харизматичный актер всегда давал поклонникам возможность посплетничать о своей личной жизни. Мужчина никогда не знал недостатка во влюбленных женщинах. С первой женой актрисой Натальей Комардиной Сергей познакомился в институте. Девушка на тот момент училась на третьем курсе. Встретились они на неформальном посвящении студенты, и молодой актер сразу же пригласил девушку к себе и познакомил с родителями. Спустя несколько дней Наташа переехала к нему, а через месяц молодые люди поженились, сыграв довольно шикарную свадьбу на 100 человек. После Нового года супруги обвенчались в церкви, но, к сожалению, это не спасло их брак. Астахов женился вновь на Виктории Адельфиной, с которой познакомился еще на вступительных экзаменах. К концу учебы у них вспыхнул роман, и в 1994-м молодые люди сыграли свадьбу. Спустя четыре года у них родилась дочь Мария, которая официально является и первым, и единственным ребенком актера. Виктория не раз снималась в кино вместе с супругом, а позже к ним присоединилась подросшая дочь Маша. Второй брак, к сожалению, тоже продлился недолго – до 2011 года. В 2011 году в прессу попала сенсационная новость. Актрису Елену Корикову ограбили, из ее дома была вынесена крупная сумма денег и личные вещи Сергея Астахова. Благодаря этой информации, пресса раструбила слухи о романе между двумя актерами. Пара распалась с громким скандалом в 2013 году. Поговаривали, что Корикова не выдержала ревнивого характера возлюбленного. А в 2013 году вокруг имени актера разгорелся настоящий скандал. На страничке в соцсети Facebook директор Московского театра Кирилл Ганин сообщил, что артист заключил однополый брак с актером Евгением Мироновым, который зарегистрировали на территории Германии. Астахов был возмущен известием о своей нетрадиционной ориентации и заявил, что не намерен комментировать подобные глупости. После слухов и разговоров, связанных с именем Астахова, в прессу просочилась информация о романе актера с Викторией Савкеевой. Известно, что она младше избранника на 16 лет. Девушка является учительницей начальных классов и сейчас получает образование в Щукинском училище, а также ходит на кастинге. Знакомство с новой пассией произошло в ночном клубе. После этого состоялось свидание в театре, куда Астахов пригласил девушку на свой спектакль. Они уже пять лет вместе. В беседе с журналистами актер говорит, что у них, цитата, «все отлично». Эта фраза разожгла любопытство журналистов, и они выяснили, что Сергей скрытничает по весомой причине. Виктория оказывается беременна. Что желаем им счастья и долгих лет жизни вместе. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!